Тем временем политическая борьба в Красноярске набирает обороты. На выходных в Октябрьском районе вандалы расписали фасады зданий, домов и даже заборы. Фамилией Алены Мироновой с призывом голосовать за нее на сентябрьских выборах. По мнению Мироновой, такие методы использовали в 90-е. Сейчас время изменилось и вандалов легко можно найти. Что касается надписей, то их силами управляющих компаний уже убрали с фасадов. Везде есть видеокамеры. Мы знаем, что это делают два парня. Мне важно обратиться к вам за помощью, чтобы вы помогли нам их найти. Каждому из нас после того, как закончится предвыборная кампания и кто-то победит, вообще в этом городе оставаться жить, работать. Обращения в полицию по поводу порчи имущества также уже есть. Политтехнологи утверждают, такие методы давно ушли в прошлое. По их словам, ничего подобного не было с начала нулевых. Сейчас в тренде чистота и здания в политических целях никто не расписывает. Люди воспринимают дома в первую очередь как место для жизни, а не для граффити. Такие вот акции грязненькие, они наталкивают на мысль, что все-таки у нас где-то начали опять поднимать голову вот такие технологии, такое отношение вообще к происходящему. Идти по головам, да, и делать все, что угодно. Продолжение следует...